И начнем с главного культурного события не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами фестиваля искусств в Славянский базар в Витебске. Накануне вечером состоялось официальное открытие международного форума. Знаменитые фанфары, славянское трио ведущих и речь президента, без которой участники и гости славянки уже не представляют начало любимого праздника. Александр Лукашенко отметил, что стремление народов к дружбе и миру преодолевает любые препятствия. Завершилась церемония далеко за полночь, впрочем, Витебск в эти дни напрочь забывает про сон. Славянский базар – самый большой музыкальный конкурс, но в дни фестиваля весь город над виной наполнит люди искусство – художники, артисты и солисты, а также актеры и режиссеры. В рамках ежегодного театрального квартала в Витебске выступает творческий коллектив из Пензы. В третий визит на фестивальную землю они привезли постановку «Яблоки, Маша и Баба-Яга». Несмотря на детское название, спектакль советуют посмотреть взрослым. Главная идея постановки – важность взаимопомощи. Мы пытаемся не делать градации между детскими и взрослыми спектаклями, потому что, как я говорю, дети не имеют права выбора, а выбор делают за них взрослые. Поэтому, конечно, учитывая то, что взрослая аудитория есть в зале, даже на детском спектакле обязательно. Замечательная площадка, очень хороший зритель, просто шикарный зритель. Мы уже как бы были, мы третий раз, но первый раз привозили детский спектакль, потом в прошлом году привозили взрослый, теперь опять детский. Поэтому нет, мы очень любим бывать здесь, замечательная публика, фантастически красивый город, девушки потрясающие. Поэтому в этом отношении мы всегда рады сюда приезжать и будем надеяться, что еще нас позовут. Театральное искусство называют одним из самых универсальных. Здесь нет четкого разделения постановок для аудитории. Даже детские картины будут интересны и полезны взрослым. Театральный портал «Витебский» традиционно проходит в рамках Славянского базара. Он собирает гостей и участников со всех регионов нашей страны, а также ближайшего зарубежья. Сегодня в Витебске определится порядок выступлений участников конкурса молодых вокалистов. А вечером состоится гала-концерт Союзного государства. Витебск сегодня стала деловым центром. Там проходит заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Бизнес и уполномоченные органы ждут от этой встречи утверждение системы упрощенного перемещения товаров по территории ЕАЭС. Впрочем, это лишь один из пунктов повестки. Сегодня ее дополнительно пополнили еще семь вопросов. Среди них положение, касающееся промышленной кооперации, взимание косвенных налогов, конкурентной политики, выход на общий рынок энергетических ресурсов. Европу ждет тяжелый энергетический кризис и зима недовольства. По мнению экспертов, это самый вероятный сценарий после прекращения поставок российского газа. В системе энергопотребления он составляет примерно 40%. Альтернатив такому количеству просто нет. Надеяться на запасы в хранилищах тоже не приходится. В большинстве стран ЕАЭС они заполнены меньше, чем наполовину. А в нынешних условиях их даже нельзя пополнить. В результате Европа может столкнуться с небывалым дефицитом голубого топлива. Особенно остро стоит вопрос в преддверии зимы. Так как для обеспечения теплом домохозяйств придется нормировать потребление, увеличить стоимость коммунальных и закрывать предприятия. В итоге под ударом окажется и промышленный сектор Европы. В Аргентине вспыхнули протесты. Люди недовольны политикой нынешней власти. Так как она привела к росту цен и рекордной инфляции. Десятки тысяч аргентинцев вышли на улицы столицы. Они собрались у правительственного дворца. Держа в руках плакаты, на которых осуждался Международный валютный фонд. Звучали и призывы к усилению социальной защиты населения. Напомню, в стране высокий уровень бедности и безработицы. Уже долгое время Аргентина находится в состоянии тяжелого экономического кризиса. Последней каплей стало соглашение с МВФ о выплате внешнего долга в размере 44 миллиардов долларов. По мнению протестующих, эти деньги должны пойти на помощь беднейшим слоям населения Аргентины. Во Франции во время салюта погибли 7-летний ребенок и его сестра. Трагедия произошла во время национального праздника Дня взятия Бастилии. Как сообщают местные СМИ, во время праздничного фейерверка произошел сбой с зарядами салюта. В результате были смертельно травмированы 7-летний мальчик, а также его 24-летняя сестра. Еще один член их семьи был ранен и госпитализирован. Сообщается, что погибшие находились в 60 метрах от установок с фейерверками. Европа остается главным эпицентром вспышки оспы обезьян. Больше всего заражений приходится на Германию. Там выявили почти 2000 случаев. Инфекция начинает активно распространяться и в Бельгии. Только за неделю в стране зафиксировали почти 60 новых случаев. Такая динамика, по мнению вирусологов, говорит о необходимости привить наиболее уязвимые слои населения. Известно, что в Европе уже началась кампания по вакцинации. Первой страной стала Германия. Стоит отметить, что всего в ЕС закупили 110 тысяч доз препаратов. Политика Беларуси такова, что главное в ней человек и забота о человеке. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального Собрания. Наталья Качанова приняла участие в заседании Верхнедвинского районного исполнительного комитета. На нем планово рассматривалась реализация государственной программы социальной защиты, вопросов поддержки людей с инвалидностью и их интеграции в общество. Как это выполняется на практике? Наталья Качанова в течение дня познакомится на примере районного территориального центра социального обслуживания населения. Не останется без внимания работа депутатов местных советов. Затяжные дожди не отразятся на объеме урожая. Минсельхозпрод Беларуси проанализировал состояние посевов. В некоторых районах ливни и шквалистый ветер положили зерновые на полях. Это незначительно отразится на формировании колоса. Тем не менее, предпосылок по значительному снижению на молотов нет. Массовую жату планируется начать уже на следующей неделе. Сейчас идет уборка зимого ячменя. Его урожайность выше прошлогодней. В среднем с гектара собирают более 50 центнеров. Вместо прошлогодних – 49. В Гродненской области – и вовсе по 55. Проекты СТВ призваны помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем историю реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правда уже не добиться, знайте, решение есть. Мамма миа! Верните детей! А вдруг я его там, ну хоть увижу, вот, я не могу подержаться, но я вот хоть, хоть глазиком посмотреть на своих детей. Ремень как метод воспитания. За жестокое обращение с детьми, за причинение им телесных повреждений предусмотрена в том числе уголовная ответственность. За что органы опеки могут отобрать ребенка. У него были повреждения, которые привели к тому, что ребенок был помещен в больницу, даже провел день реанимации. И есть ли шанс вернуть утраченное доверие? Конечно, эта травма останется с ними на всю жизнь. Какие скелеты хранятся в шкафах у взрослых? И как бывает на свете история приемных родителей и их потерянных детей? Решение есть в 16.50 сразу после выпуска новостей на СТВ. Сегодня по всей стране начали работать школьные базары. Отечественные производители значительно обновили ассортименты и удивляют покупателей многочисленными новинками. Модели одежды делового стиля для девочек и мальчиков будет представлено более 400. Примерная стоимость комплекта для учащихся начальной школы – 70-80 рублей. Старшеклассникам деловой стиль обойдется несколько дороже в 100 и более. Мы обновили в этом году 65% ассортимент. То есть новинок много на любой, я считаю, вкус и для мальчиков, и для девочек. Каждый родитель может одеть своего ребенка, и точно так же ребенок сможет выбрать то, что ему нравится. Также к новому учебному году предлагается широкий ассортимент школьно-письменных и канцелярских принадлежностей. Приобрести товары можно на более чем 400 базарах по всей стране, а также в интернет-магазинах. В Гомельской области подводят итоги слета юных спасателей. На территории специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС на протяжении недели 8 команд из всех регионов страны соревновались за звание лучших. Юноши и девушки обустраивали палаточный городок и проходили туристическую тропу. Проверяли свои силы в боевом развертывании, стрельбе и оказании первой помощи. Самым зрелищным было творческое испытание, которое посвятили годы исторической памяти. Я участвовал почти во всех конкурсах. Для меня самым сложным было это боевое развертывание. Самым ярким и самым запоминающимся это был, конечно, конкурс БМСП «Организация моя», где каждый показал свою артистичность, каждый показал, на что он способен в творческом плане. Чтобы победить, участникам пришлось продемонстрировать сноровку и слаженную работу. Лидером стала команда специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС.